Дата празднования дня работников архивов выбрана была совсем не случайно. Петр I в 1720 году подписал генеральный регламент или устав 10 марта по новому стилю. Этот документ стал первым в России государственным актом. В нем были определены основы организации российского государственного управления. Кроме того, царь повелел ввести архивы во всех органах власти государства российского. Можно сказать, что современные архивы стали свидетелями истории становления и развития российского государства. А труд работников архива является интересным и даже незаурядным. В архивах содержатся сведения, которые нужны для того, чтобы обеспечивать государственный сувениритет и национальную безопасность нашей страны, ее внешнеполитическую деятельность. Работа очень кропотливая, тяжелая и требует, конечно, определенных сил и времени. И трудолюбия, усидчивости для того, чтобы работать с документами архивного фонда. Я хочу сказать, что наш коллектив очень трудопоспособный, высоко квалифицированные специалисты. Наш коллектив награжден не только дипломом Федерального агентства по итогам конкурса, также много почетных грамот Федерального архивного агентства, грамоты митрополита Екатериндарского и Кубанского, почетные грамоты Управления по делам архивов Краснодарского края. Наш руководитель, Стрельникова Татьяна Федоровна, является заслуженным архивистом Кубани. Не изменили традициям и на этот раз. В читальном зале архива собрали школьников, чтобы наглядно показать, как работает эта государственная структура. Детям предложили посмотреть самые старые документы, датированные 1861 годом. Метрические книги, в которые в свое время записывали все данные о местных жителях. Здесь хранятся книги, когда человек родился, когда женился и когда умирает. То, что их записывали в церкви, а сейчас записывают в ЗАГСе. То, что еще здесь можно узнать свою родословную. Эта профессия в настоящее время требует глубоких знаний не только специфики архивного дела, но также истории, юридических вопросов, умения работать с компьютерной техникой. Хотя самая ценная информация хранится все же на бумаге. Алексей Карпов, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.